Наши силы и знания сейчас наиболее востребованы. Мы оплот закона и правопорядка. Начальник УМВД России по Оренбургской области Вадим Серебряников обращается к выпускникам вузов. Отмечает, под прикрытием украинских спецслужб стали действовать различные колл-центры, похищающие с помощью мошеннических схем средства у оренбуржцев. За год жители региона перевели злоумышленникам около 1 миллиарда рублей. Существуют риски террористических угроз. Идут боевые действия на территории нашей страны. Задача – обеспечить законность и правопорядок в регионе. Екатерина Баженова – одна из тех, кто сегодня получает удостоверение. Девушка-следователь. Долго о выборе профессии не думала. Ее родители – военные. К новому этапу в своей жизни готова. На нас впала высокая ответственность на данный момент. Мы теперь стали не просто учениками, не просто курсантами, которые учились, полагались на педагогов, полагались на офицеров, которые были с нами 24 на 7. Сейчас мы стали самостоятельными. Сегодня приняли на службу 31 человека. В этом году выпускников больше, чем в прошлом. По приоритетным направлениям. И они именно пришли по тем заявкам, которые мы формировали в течение предыдущих пяти лет. Там, где нам необходимы новые специалисты – это следственное подразделение, подразделение уголовного розыска, экспертно-клинистические подразделения, конечно, что-то оперативный блок, дознание. И сегодня мы именно таких специалистов получили в итоге, действительно обученных. В управлении МВД России по Оренбургской области отмечают, за последние несколько лет больше на службу приходят девушки. Показывают себя в деле они не хуже юношей. В заключении встречи – общее фото на память, и можно приступать к делу. Елена Еремна, Юрий Хроликов. Новости дня.